Доброе утро, мои дорогие друзья! Действительно, здесь вот собрались под этой записью мои, может быть, единственные оставшиеся со мной люди, которые еще со мной общаются. И я вот последнее время, особенно год-два, последние вообще вот эти чуть ли не дни, все больше и больше испытываю какое-то разобщение и взаимонепонимание вообще с окружающим миром и с людьми в частности. И вот эта публикация, она, ну, как бы примерная в данном случае. И действительно, мне уже здесь напрямую задают вопрос вообще, на каком языке я говорю. Я уже последнее время перешел на этот видеоформат, потому что я понимаю, что то, что я пишу, читается, ну, почти на выворот. И из-за того, что кто-то читает по-своему, не так, как я хочу, возникло вообще какое-то отторжение. Поэтому я, наверное, буду переходить вот на такой язык, когда все-таки видно меня и видно, слышно мою интонацию, а не ту, которую вкладывает интонацию читающий. Он своими глазами видит, своими ушами слышит. И слышит он что-то иначе. Ну, ладно. И тем не менее, вот перед тем, как ответить на конкретные вопросы, на каком языке я пишу, я хочу выступить с докладом. Ну, очень коротко попробую обозначить ту проблему, которая мне представляется. Может быть, кто-то пожелает ответить и обсудить ее. Я, да, обнаружил вот это языковое несоответствие. Ну, начиная с того, что слово «искусство», вот, когда я произношу, вдруг оказывается, что другой человек под этим подразумевает совсем другое. Ну, в частности, я это обнаружил несколько лет назад с Бессольцевым, да, и со Светланой Макаровой. Когда я говорю про искусство, я подразумеваю вот одно, я сейчас не буду вдаваться в подробности, а вдруг оказывается, что они под этим словом подразумевают совсем другое. Ну, очень проще говоря, я под словом «искусство» поднимаю как бы вершину критериев, категорий и требований, а Бессольцев мне говорит, что искусство – это все. Ну, все, и у меня как бы полное несовпадение наших аксиом получается, вдруг оказалось. Когда я говорю, что дизайн, ну, как я учил, как я знаю, как я понимаю, это производная от архитектуры, появившаяся в начале прошлого века дизайн, до этого не было, то дизайнеры, вот современные, профессиональные, которые учились немножко в другой школе уже, так сказать, в Совково-капиталистической, они мне говорят, причем это говорят руководители кафедры дизайна, что дизайн – это не… он шире, а архитектура, и что дизайн – это все. Архитектура – это часть дизайна, так они мне говорят. Я всегда считал, что дизайн – это часть архитектуры, а архитектура – это все. Ну, опять не буду вдаваться в термины. И вот так по очень-по очень многим просто словам русского языка. И вдруг вот меня действительно, наверное, правомерно спрашивают, на каком языке ты пишешь. Черт побери, я всегда считал, что на русском. И слово искусство, я одно же, а честь, достоинство, архитектура, культура. И вдруг сегодня этот язык… Я вижу самую большую проблему сегодняшних вообще, может быть, проблем в России, может быть, да, ну, в нашем обществе, в нашем русскоязычном, скажем тогда, это как раз язык. Ну, да, как в Библии было написано, вначале было слово. Да, и от слова все пошло. И мне кажется, вот вся разруха вот эта, от того, что в голове, да, а в голове разруха от слов, от мыслей. Мысли слова для меня одно и то же. Ну, извините, я сегодня вот утро ранее, да, я немножко порассуждаю, а потом отвечу на ваши вопросы. Может быть, вам мои рассуждения будут интересны. Но опять же, я столкнулся с тем, что вот кто-то попытку мою рассуждать, мне пишет, вы нудный. Я опять начинаю вдаваться в слово, в это, идти, скажем, от термина. Ну, нудный – это нудеть, это гундеть, это что-то вот постоянно. Ну, есть во мне это, как бы, недовольство, но в данном-то случае нудным называют вот эту попытку разговаривать. То есть, не мое настроение, а мне конкретно, я разговариваю, например, с молодым человеком, я говорю, вот давай подумаем, почему так происходит. А он мне говорит, да вы нудный, мне неохота с вами разговаривать. Вот, то есть, ну, вот не то, что я нудный в моем понимании, да, а в его понимании. И опять слова расходятся. Я уже не говорю о матерных словах, но вот они для меня имеют значение, да. И я подозреваю, что это у меня какое-то мое образование, наверное, вот такое. А теперь я к главному. Дело в том, что я вижу причину, вот, мое понимание в разных поколениях, да. Ну, как бы не обижались вот сегодня вот те, кто здесь присутствует, но мы все-таки из разных поколений, многие, с большинством, из непонимающих. Давайте выясним, что такое поколение, опять же, для меня. Опять, я уже понимаю, понимаете, со многими боюсь разговаривать, потому что я понимаю, что они понимают под словами совсем другое. Так вот, для меня поколение – это разница в детородном, так сказать, периоде. Вот, примерно, 15-25 лет поколения – отцы и дети, дети и внуки. То есть, люди, которые годятся мне в дети – это другое поколение, правильно? Вот. Поэтому люди с разницей со мной в 15-20 лет – это предыдущее, господи, ну, другое поколение, короче говоря, да. Так оно и есть. Ну, опять же, когда я пытаюсь разговаривать с людьми 50-летними, да, 55-летними, примерно, плюс-минус 5 лет, и когда я им говорю, что ты мне в дети годишься, да, они возмущаются, они меня считают на равных. А ну, мне это приятно, конечно, но действительно. Моей дочери 46 лет. Моему сыну 43 года. И вот присутствующие здесь 50-45 и меньше люди – ну, действительно, это люди другого поколения, поэтому не обижайтесь, вот, Светлана, я тебе молодой считаю. Бессольцев тоже – это предыдущее поколение, или как? Ну, более раннее, более позднее. Ладно. Ну, дети, короче, мои. Вот, а вы никак с этим не можете смириться, а я-то понимаю вас. И я вижу вот это взаимонепонимание языка на уровне поколений. Ну, да, вот это самая классическая проблема отцы и дети. Неужели она нас вот таким образом застигла? Но дело в том, что она вот в нашем положении, в нашем историческом ситуации, в нашей, вообще критическая. Ну, вы сами понимаете, что тот революционный слом, который произошел в культуре, в информатике, в прогрессе, в технологиях, который произошел буквально за вот эти одно-два поколения, такого, наверное, в мировой истории не было. Правда? То есть, ну, вспомните, знаем, да, что люди там сто лет назад и люди двести лет назад, они мало чем отличались вообще по технологиям. Ну, а еще, если дальше туда копнуть, там, ну, условно говоря, на одной телеге ездили, там, не то, что несколько поколений, а, там, столетиями, пользовались одними приборами, пользовались одними технологиями. А то, что происходит сегодня, это просто взрыв, да? То есть, еще вчера были такие технологии, которые уже сегодняшние люди, или вчерашние, скажем так, люди уже не понимают и не владеют ими. И вот это и языковое, ну, да, согласны? Согласны, наверное, что вот между нами, между поколениями, мною и 50-летними, как получается, это разница, ну, просто огромная. Но сдается мне, что я-то вас понимаю, а вы меня не понимаете. Сдается мне, что, ну, я понимаю ваш язык, и он для меня суженый, а вы мой язык уже не понимаете, потому что он у меня шире вашего диапазона. Вот так вот. Я уже как-то приводил пример, что, ну, вот есть слух, да, вот у кого-то музыкальный слух ограничен там одной октавой, а у кого-то там, и он, и помимо этого, он еще там тонать чувствует, чувствует обертона и так далее, а кто-то только там вот семь нот, и даже без диезов и бемоли он их не может отличить. То есть диапазон есть, и еще глубина. То же самое во взаимопонимании, в том же самое и в языке. Но я-то надеялся, что наши литераторы умеют читать текст, но вдруг обнаруживают, что вот, смотрите, люди моего поколения, моего воспитания, моего образования, все три должны сложиться, у нас нет, у нас нету невзаимопонимания на уровне семантики, скажем так, да. Мы можем, как бы, расходиться по принципиальным каким-то вопросам политическим и так далее, но непонимание языка у нас нет. И в то же время люди другого поколения, чуть-чуть раньше, вот 50-летний, скажем, ну, извините, мне уже 70 лет почти, правильно? Поэтому я могу считать 55-летнего человека вполне, возможно, моим, мог бы быть моим сыном, дочерью. 55 лет для меня это уже человек другого поколения, но мало того, что он другого поколения, он воспитывался совсем в другой ситуации. Вот теперь к главному приходим. Дело в том, что вот люди моего поколения, они воспитывались, да, в Советском Союзе, но никуда не денешься. А вот вы, дорогие мои, хоть и родились в Советском Союзе, но воспитание ваше пришлось на вот самое, что не застойное время, да. На 80-е годы, 80-е, а уже 90-е вообще промолчим. Это уже вообще не Советский Союз. И 80-е был не Советский Союз, понимаете? Ну, как известно по статистике, конец, крах вообще, вот как бы пошло на спад. Вершина была 75-й год. Да, там уже была война в Афганистане, но с точки зрения благосостояния, с точки зрения всего, скажем так, государственного хозяйства и морали и нравственности, ну, проще говоря, ощущение счастья, да. 75-й год, да. Мы про войну в Афганистане мало что знали, но так вот, да, это была такая вот пропаганда, так работала. Хорошо это или плохо, не знаю. Надо ли жить все время в мордоре, тоже не знаю, вопрос, все это вопрос. Так вот, в тот 75-м, условно говоря, году, вы были или еще совсем маленькие, и это уже не ощущали. Вы ощущали 80-е маразматические годы, и вы в эти годы уже, а там уже все пошел спад, он тоже быстро произошел, и в 90-е годы там вообще все рухнуло. Поэтому я называю вот эти годы после, условно говоря, 75-го, ну, 80-го. Вот 80-е, это Олимпийские игры, это было, ну, это уже был, вот, Мишка улетел, вот Мишка улетел, и на этом закончился наш Советский Союз. И сама-то Олимпиада, она уже была ущербная, да, потому что не приехали же многие, насколько я помню, уже тогда странно, из-за войны в Афганистане, насколько я помню. Вот там началось, 80-й точка отсчета. Вот точка отсчета нашего непонимания поколений, можно быть, скажем так, да. И люди, воспитанные и обучавшиеся уже в школе и в институте от 80-х годов, там, например, от 75-го даже, это люди совсем другие, другое поколение, оно и другое понимание. Вот, вот тут я начинаю искать причину нашего взаимонепонимания. Вообще по очень многим причинам, в том числе и по языку, и, то есть, мы люди по менталитету разные. И не даром же все-таки с людьми своего поколения, но мы находим язык, и мы не собачимся так, как это происходит, вот между людьми разного поколения. Ну, вот, если вы со мной согласны, то давайте придем к выводу, что у нас языковая разница, и, ну, я повторяю, мне ваш язык понятен. Я когда читаю ваши тексты, я вас понимаю, а вы меня не понимаете. Вот, кто из нас в данном случае дурак, это надо разобраться. Вот, я вот специально взялся говорить, но думаю, может быть, так понятнее будет. Конкретно по тексту теперь вернемся, да. И вот после такого я могу сказать, что да, мне трудно общаться с людьми другого поколения. Хотя, вот среди вас есть люди, ну, не здесь даже, а вообще как бы, с которыми у меня есть взаимопонимание. Меня вот удивляет Гурами. Да, он, наверное, вот из поколения Бессольцева, Светы, Макаровой и Гедзевича, и Гедеона, это вот, да. Ну, да, вот, извините. Поколение моих детей. Тем не менее, у меня с ним, у него со мной, по крайней мере, нет взаимопонимания. И мы, по многим вопросам, мы с ним, он умеет понимать. И делает, как бы, скидку, что ли, может быть. Ну, в общем, нету. И у меня еще есть примеры людей младшего поколения, с которыми, ну, абсолютное взаимопонимание. Ну, там что-то происходит на уровне образования и домашнего воспитания, я думаю. Вот. И, в частности, вот с Гурами, я думаю, нам помогает еще друг друга понимать все-таки нормальное образование. Он успел захватить более-менее нормальное образование, архитектурное. Вот. И это все вместе нас как-то сближает и дает возможность понимать, и поэтому от него не возникает таких вот вопросов, на каком языке я пишу. Вот. Теперь вернемся, и я... Вот теперь, когда я объяснил, попытался как-то это объяснить. Вот. Вот давайте вернемся к нашему языку, к моему словам, к моему тексту. Да, но вот объясняю, как говорится, по буквам и следите за пальцами тем, кто задал вопросы. Вот мне тут задают вопросы, сейчас открою. Ну, конкретно. Вот Гедеон Гедзевич спрашивает, с кем разговаривал. Вот смотрите, проследите, пожалуйста, попробуйте эту логику уловить. Она же ведь там не скрыта нигде. Я начинаю. Вот опубликую вот этот материал, который всем понятен. Я спрашиваю, это фейк или маразм? Задаю вопросительный знак. Ну, понятно все. То есть я в данном случае очень удивлен, и возмущен. Первое слово фейк, второе маразм. Удивлен, не доверяю. Ну, это удивление крайнее, да, что такое может быть. Ну, и маразмом я это называю. Вот то, что я вижу, то, что сейчас происходит, как знак. Начиная от той церкви этой самой военной и заканчивая продолжение. Это продолжение же какое-то идет. Дальше. Дальше пункт два. Я утверждаю, что смешны те, кто счастливо сегодня пристроился и не испытывает вот этого ощущения или отношения к этому маразму. То есть я вижу сегодня огромное количество людей, которые мимо вот этих вот фактов, проходят мимо, и их это не удивляет и не возмущает. Они считают это практически нормально, что потом мне тут вот Гедеон, дальше посмотрим, и подтвердил. Вот. То есть для них это норма. А для меня это не норма. Для меня это нет. Поэтому я и говорю, как я вам завидую. Вот вам, да. Андрей, тебе, Гедзевичу завидую, там всем. Всему тому почти поколению. Для вас это норма, это вот то, что здесь видно, и вас это даже не трогает, вы какими делами своими другими занимаетесь. А для меня, да. И поэтому я говорю, вы счастливы, потому что вы пристроились, то есть вы вжились в эту систему, вы в ней живете, и ее хвалите, по сути дела. Ну, если не хвалите, то, по крайней мере, относитесь к ней гораздо положительнее, чем к предыдущему времени. Вот о чем речь. Я слышу, с вашей стороны вижу абсолютное неприятие и ненависть к тому советскому социалистическому времени, она сквозит во всем. Она в том числе сквозит в отношении ко мне и к нашему поколению. Вы же не даром нас называете совками. Кстати, а я как раз совками называю вот ваше поколение. Потому что я-то советский, а совок начался как раз во времена распада. До 1975 года не было совка. Был Советский Союз. Совок был, когда появился вот этот престарелый Брежнев. Престарелый, несменяемый. Ситуация почти один в один, что сегодня. Когда все правительство, несменяемое уже 20-30 лет, начало старчески маразматировать. Вот это 80-е годы и далее. Там все, что там происходило. Вот где совок был. Поэтому совки-то вы, ребята, но те, которые как бы вот с другим мышлением, с другим менталитетом. У меня-то советское, а совковы вот так вот. А потом наступил копок. Это мое изобретение, это слово я придумал. Вот был совок, а копок это вообще уже. Совок, он хотя бы, понятно, как можно копать. Совковая лопата. Да, ведь остроумный термин, правда, он мне нравится. Совковая лопата – это главный инструмент индустриализации, начиная там от 20-х годов и заканчивая 80-ми. Это основной был инструмент. Совок, совковая лопата, если кто не знает. А копок, капитализм, да, это вот недоделанный капитализм. Совок – это недоделанный или уже убогий социализм, а копок – это недоделанный вот маразматический. Такие вот дела. Значит, был совок, вот вы, дети совка, а сегодня копок уже. То есть вообще уже там хоть лопата на форму имела, а копок – это вообще непонятно, чем тут копают и грибут. Вот. Значит, поэтому мне смешны те, кто ругает, вот просто с пеной у рта, а такие есть у нас тут, среди нас, да. Фамилии не будем называть, чтобы не пахло. которые просто собирают вот все, 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 извините, дерьмо из того времени, с шорами совершенно не хотят видеть ничего там положительного и поносят, и поносят, и поносят в прямом смысле этого слова. Именно то время. При этом совершенно не трогая сегодняшнее. я никогда в жизни не был защитником тех маразмов, которые были в Советском Союзе. К сожалению, вот те нового поколения, люди другого поколения, они не помнят меня в те годы. Но здесь вот в Фейсбуке присутствуют еще мои одноклассники, с теми, с кем я учился в институте. Поэтому у меня есть свидетели того, что я в те времена был, ну, если не диссидентом, то, по крайней мере, таким же острым критиком той действительности, как сегодня вот я являюсь. Я потом как-нибудь расскажу, как я еще учаюсь в школе, там, в 70-е годы. Я троллил, говоря сегодняшним языком, учительницу истории своими каверзными по тем временам вопросами, за которые, собственно, чуть раньше, наверное, бы и было бы совсем плохо, там, в 30-е годы. Я конкретно задавал вопросы, там, и про милицию, и про правительство, и про Брежнева. И помню анекдот даже про Чапаева на уроке истории вместо доклада рассказал, за что единицу получил. То есть вы не думаете, что я вот такой вот совок, как вы. Нет, нет. Нет, просто у меня так воспитано, да, так образовано мое мышление, что я подвергаю сомнению все, и то, и это, и сегодняшнее, и вчерашнее. Я имею возможность сравнивать то время и это время. Мне кажется, достаточно объективно. И если я каким-то образом, как вам кажется, защищаю тот строй советский, то я его не защищаю. Я сравниваю просто вот развал экономики сегодняшней полностью, и культуры, и какой-то, ну, по технологиям, неужели, по промышленности, производству, сельскому хозяйству, по самодостаточности государства, неужели вы будете спорить, что сегодня у нас как бы, ну, заводы все закрыты, да, все фабрики, все, мы получаем, мы, я не знаю, вы знаете что-нибудь более-менее достойное, произведенное вот в этой стране, в этом капке? У нас уже в магазине-то, ну, там очень мало чего своего. Ну, а тогда все, от иголки и до космического корабля было свое. Вот я что сравниваю. Уж как это было сделано, вы можете критиковать, ругать и так далее. Ну, там просто вот набор, так сказать, технологический. Давайте сравним. Что там сравнивать? Науку, да, которая сегодня уже практически отсутствует. Что сравнивать, да, там и военную мощь, в конце концов, которая сегодня под большим сомнением и так далее, и так далее. Сегодня маразм, на мой взгляд, гораздо больше, чем был маразм Советского Союза. Вот о чем моя речь. Может быть, вы это понимаете или нет. То есть, я сегодня усматриваю разруху в головах и на улицах гораздо большую, несмотря на вот эту внешнюю мишуру. И вот этот вот храм, и вот этот вот музей вооруженных сил, вот это все, вот это и есть иллюстрация того маразма. Собственно, вот что обозначает моя первая фраза. Поэтому действительно смешны, но, может быть, не так я это слово действительно употребил. Мне скорее больно и досадно вот за вас, которым вот это не кажется маразмом, которые считают маразмом то, что было раньше, а сегодня для них это норма. Поэтому я говорю, вот вы, живя в этом времени, тут многоточие я поставил, давайте я буду переводить на русский язык, многоточие обозначает нецензурное слово, которых я не употребляю. Вот вы, живя в этом, ну, мягко говоря, дерьме, времени, потом я перевожу на современный язык, без устали поносите вот советское прошлое. Вот о чем речь, потому что я тут буквально на днях читал статью нашего одного поп-блогера, вот, попки-блогера, который собрал, ну, все, что можно плохое оттуда и в своих шорах не видит там ничего хорошего. При этом молчит обо всем плохом, что есть сегодня, трусливо или по заказу. Но у меня такое впечатление, что вот это все пропаганда. Вот как в советское время была пропаганда, так сегодня пропаганда, только она другая. Как в советское время были зомбированы советские люди, так вот сегодня вот эти люди, вот этот поп-блогер и многие из вашего поколения зомбированы другой пропагандой. И вы никак не хотите понять, что это одна и та же пропаганда, да? Хотя мне вот тут пишут, что да, это все теперь одно и то же. Нет, извините, это не одно и то же. 30 лет мы строили совсем другое общество. Мы отказались. Это вы сейчас начали, вот я Волковой отвечаю, которая мне пишет, что это все продолжение совка. Так нет, ну извините, ну давайте определимся все-таки. Или мы в Советском Союзе живем, да, или мы уже при капитализме живем. С другой идеологией, с другой совсем экономической системой. Нет, не надо сюда притягивать уже. Совок уже кончился, и Советский Союз кончился. Вы сегодня построили свое общество, я говорю про новое поколение. По буквам дальше, следующий пункт, ну вы поняли, вот первый пункт, это фейка или маразм, понятно? Понятно. Второй пункт, смешны те, кто счастливо сегодня живет, этого не видит, и ходят такие улыбающиеся, благополучные, позитивные. А я, честно говоря, здесь позитива вот сегодня вокруг нас не вижу, вот видя все вот это. Ну вот, простите меня. А вы позитивны, я вам завидую, действительно. Бессольцева завидую, его как не встретишь, он такой счастливый, черт побери, ну просто завидую, ну как мне он научиться? Я даже спрашивал, я говорю, Виталий, научи меня быть таким счастливым, не замечать, ходить вот так вот, и считать, что ты живешь в лучшее время по сравнению с предыдущим. Ну, не знаю, у меня так не получается. Но это же не значит, что я Бессольцева не понимаю, там Иванова, Петрова, Сидорова не понимаю, я всех понимаю. Ну и дальше продолжение, пункт третий. Даже в духовной гнили Брежневского застоя, согласитесь, что я в то время называю духовной гнилью Брежневского застоя, где вы здесь видите мое совковое превозношение советского строя. Я русским языком вам пишу, вот Волковой, в духовной гнили Брежневского застоя. Мне же в ответ пишут, ваш любимый Советский Союз. Где вы в слове духовная гниль Брежневского застоя нашли мою, ну, как это назвать, мою похвалу или еще что-то. Где вот, вот я русским языком написал, духовная гниль, застоя, это то время. Так вот, я говорю, что даже в то время, даже в то очень плохое время не было такого извращения, как сегодня. Ну, вот извините, извините, если вы этого не видите, а я это вижу, но это же не значит, что я дурак, а вы умнее. Никогда не задумывались, а может быть наоборот. Да нет, я бы не стал вообще так расставлять так вот людей. Просто мы говорим на разных языках и понимаем по-разному то, что написано. Как вы читаете меня на каком-то своем, действительно, другом языке, прав, Гитзевич, который спрашивает, на каком языке я пишу. Ну, действительно, Алексей, не на твоем. Вот это получается так. Ну, приходится делать вывод, тем более, что я знаю, что ваш язык, вот ваш, вашего поколения, это язык, в котором половина слов матерные. Да? В литературе вашей, в поэзии вашей, да и, а в общении между собой, ну, вообще. Вы говорите на русском матерном языке. Там половина слов и смыслов действительно другие. Ну, ладно, а языки сейчас не будем? Ну, да, я на другом языке пишу, видимо. Ну, давайте попробуем. Мне-то понятен ваш язык. А вы попробуйте мой понимать. Вот сейчас понимаете меня? Ну, вот и слава Богу. Может быть, я вас научу понимать и тексты мои. Так вот, Волковый, даже в духовной гниле Брежневского застоя, ну, я просто сравнивая, сравнивая, я считаю, что вот это вот, то, что здесь вот звезда вот эта вот ужасная. У нас в форме звезды был только, по-моему, в Москве театр Красной Армии. Тоже он был в форме звезды. Ну, разве она идет в сравнении вот с этим напластованием вот этого металла и так далее? Нет. Вот этот маразм по сравнению с советским маразмом, вы мне приводите в пример, что, мол, вспомните советскую архитектуру. Ну, не знаю. Или вы действительно, но вы все-таки другого поколения. Ну, не было в Советском Союзе вот таких маразматических изекуриатов, да, или как это назвать, вот таких вот маразматических-то, причем огромных по цене. Там, помимо этого, строили Москву, вот эту вот с высотками, строили, метро строили, строили, да, действительно, огромные строительные были стройки. Днепрогэс строили, Братскую ГЭС, да, это огромные стройки. А вот такого маразма не строили, извините. Ну, приведите мне пример. Ну, проекты были, да, в начале прошлого века такие какие-то, гигантоманские. Вот. То есть масштабы другие, понимаете? Да, было, все это было, но масштабы по сравнению с сегодняшними, масштабы воровства, масштабы раззарения, масштабы маразма, я готов, ну, уже примеры отыскивать, в конце концов, масштабы сравнения, несравнимые масштабы маразма сегодняшнего и, в общем-то, недостатков прошлого. Вот о чем моя речь. Это касается и юридической системы, там, судов и так далее. При Сталини, как известно, но это же никто не отрицает. Опять только не запишите меня в сталинисты, ради бога, я просто время обозначаю. Было 12% оправдательных судов, а сегодня, ну, суд, если верить, конечно, так сказать, независимым СМИ, а сегодня уже ноль, ноль каких-то процентов, ну, практически оправдательных приговоров уже нет. То есть судебная система уже исчезла. Вот сравнение. Ну что, вы будете мне доказывать, что тогда суд был хуже, чем сегодня? Нет. И так далее, по любым пунктам. Вот, собственно, о чем моя речь. Во всем упадка, во всем. Ну вот я, это мое мнение, человек, жившего тогда и живущего сегодня, имею право на свое мнение, имею. Ну и дальше, я тут пишу во всем, а дальше я пишу, а про архитектуру, про национальную культуру и традиции, ну, более узкие области я беру, да, вообще пора забыть. Их вообще уже нету. Это вот пункт, какой у меня, четвертый, да, вам понятно, вот это вот четвертое предложение? Да, у меня здесь разбито, кстати говоря, по абзацам. То есть, первый объяснил, понятно, про фейкомаразм. Второй, про то, что мне смешно и досадно смотреть на счастливых сегодня людей, которые ругают прошлое и хвалят сегодня. Ну, мне они и смешны, и досадно, понятно? Третий пункт. В духовной гниле Брежневского застоя все равно не было такого ужаса и распадка, как сегодня. Понятно фраза? Понятно. Четвертая фраза. Про архитектуру, национальную культуру и традиции вообще пора нам замолчать, потому что они отсутствуют, уже отсутствуют, они уже развалены. Что? Непонятна фраза? Понятно, да? Вообще, я пишу, вообще пора забыть такие слова. Все. Именно забыть слова, потому что я же знаю, я же смотрю, когда, ну, не буду уже упоминать фамилию, когда этот мой оппонент, мягко выражаясь, недавний приятель, произносит слово культура, он это произносит настолько ехидно, а уж слово духовность, да, это вообще, это уже как бы, это вообще как бы принадлежность маразматических стариков. То есть, слово дух, 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 ну, дух, запах, в конце концов, дышать, то, чем человек дышит, духовность, произнеси при нашем энциклопе, как я его называю, слово культура и духовность, он тебя поднимет на смех, и Геббельс, помните, говорил, Геббельс, по-моему, боюсь ошибиться, ну, по-моему, он что, при слове культура я хватаюсь за пистолет. Чья фраза? Знаете? Ну, знаете. Ну, Гедзевич знает же наверняка. Так вот, сегодняшние блогеры, поп-блогеры, я же вижу, как они при слове культуры и духовности готовы, ну, если не за пистолет хвататься, то, по крайней мере, не знаю, за что. Они просто начинают ржать по-лошадиному, хихикать, так ехидненько, ехидненько. Сегодняшняя молодежь стыдится произнести слово культура. Сегодняшняя молодежь, ну, поколение, то будем так вот делить, для них слово культура, духовность, традиция, национальные, да, там, достоинства, это слова, которых они стыдятся, они их не произносят. Когда они их произносят, они их обязательно произносят стёб, есть сегодня такое слово, да, у вас. Это, ну, ехидный смех, стёб, ехидничать. Вот, все эти слова, все эти явления, в том числе и те, которые касаются истории, фактов истории, в том числе и героических, они и есть, и трагических, все это покрыто стёбом, с мешочками, мягко выражаясь. Поэтому слова культура, традиции, архитектура нам пора забыть и не употреблять, потому что, когда я их употребляю, я вижу, как у моего оппонента, нашего энциклопа, он начинает хихикать и показывать на меня пальцем, говорит, смотрите, какой совок и дурак. Но поэтому я не знаю, и ему надо перестать уже употреблять эти слова, и мне, поэтому я предлагаю. Теперь я объяснил эту фразу. А про архитектуру, национальную культуру, традиции, вообще пора забыть такие слова. Молодые их стесняются произнести, а кое-кто из либерастов, ну, вот, более рьяных либерастами, понятно, кого я называю, или тоже непонятно. Я называю рьяных проповедников сегодняшнего строя и рьяных поносников всей предыдущей истории, по крайней мере, советской. Вот есть рьяные, есть просто либералы, это нормальные люди, я же ничего против либерализма или либералов не имею. Но вот есть либерасты, это вот такие, крайняя степень такая, вот те, которые, господи, слово-то некрасиво, стебутся, да, или как это, ну, короче, вот, постоянно хихикают и хидничают и излятся, да, вот, это вот либерасты. и по-геббельсовски хватаются за пистолет. Вот я им и говорю, ну, вот если вы хватаетесь за пистолет, ну, тогда и застрелитесь. Не надо стрелять в меня, не надо стрелять в кого-то. Вот схватились за пистолет при слове культура, нравится вам вот эта, вот эта, вот ерунда, вызывает это в вас злость то время и я. И хватаешься ты, если за пистолет, ну, и застрелись тогда, в конце концов. Дело в том, что один из вот наших поп-блогеров, рьяный либераст, по моим, так сказать, критериям, он мне прямо говорил, с каким бы удовольствием я бы взял сейчас пулемет, поставил вот здесь на площади и стрелял бы в этих валенков, совков и вот этих вот, это он в разговоре со мной, я его раздражаю, я знаю, это он мне специально так вот экзальтированно это говорил, да ты даже не представляешь, как бы я взял сейчас пулемет и перестрелял бы все вот это. Речь шла про День Победы и речь шла про демонстрацию и речь шла про Бессмертный полк. Вот речь шла о нем, он все это высмеивал, ленточку у меня там тогда, это было несколько лет назад, и он говорит, каким бы удовольствием я взял пулемет и все бы то расстрелял. Вот о чем речь, это же геббельсовские слова. Когда я слышу и вижу вот это вот, вот ваш совок, я бы взял пулемет и вас бы перестрелял. Вот к нему обращена эта фраза, ну и застрелись, если ты хватаешься за пистолет, слушая это. Ну что, мои дорогие, вот задавал вопрос Гедеон, по-моему, задавала вопрос тут Света тоже, и задавала тут, ну короче, все, кроме двух человек, которые меня не поняли. Я вам объяснил русским языком, вроде бы тем же самым, что было здесь написано. Итак, а теперь читаем. Вот глядя на это, вот архитектурное произведение, архитектурное в кавычках, я пишу, это фейка или маразм? Я удивляюсь, спрашиваю, и это риторический вопрос. Понятно форма, так сказать, литературная? Понятно. Дальше я говорю, ну конечно, вот глядя на это, для меня смешны, добавлю, досадны, те, кто сегодня пристроился, живет, этого не замечает, живет в этом времени, но при этом не устает ругать прошлое. Понятна фраза? Понятно. Потому что даже в духовной гниле того времени вот не было такого извращения, как вот мы видим. Понятно? Понятно. Молодые стесняются произносить эти слова, а кое-кто из рьяных даже хватается за пистолет, слыша про слова культура, наши национальные традиции, русский язык, там, значит, советское прошлое, он хватается за пистолет. Ему я и говорю, ну и застрелитесь тогда. Неужели непонятно? Я объяснил, извините, что так долго, но вот был повод поговорить. Что конкретно будем отвечать тут на вопросы? Ну, по-моему, я, в общем-то, ответил. Ну, вот, ну, Ольга Харректонова, да, это человек моего, наверное, поколения. Я не хочу вас, так сказать, состарить до своего возраста. Ну, да, мы говорим, рассуждаем, как люди одного поколения. Все понятно? Она меня поняла, она и написала, что мы правильно, вот их колбасит, вот колбасит, вот те, кто здесь вот начали, вот как бы вот это, устроили вот это, вот видно же, что их колбасит, да, что они этот язык не понимают. Она правильно пишет? Хулите ли прошлого, колбасит, когда мы все-таки пытаемся, ну, как-то вот заступаться уже теперь, получается, сравнивая, повторяю, сравнивая с сегодняшним днем. Вот только в сравнении в этом приходится заступаться, потому что сегодня, вот вам яркий пример, вот эта вот напластованная звезда, вот, что сегодня все гораздо хуже, хуже. С Ольгой Харитоновой мы друг друга поняли. Почему тогда ее не поняли все остальные, тут Гедеон там, тоже не могу понять. Вот Гедеон не понял меня и не понял, по этому Харитонову. Ну, понятно. Гедеон, ты, значит, тут на другом языке разговариваешь. Но я сегодня тебе объяснил, объяснил. Вот. Что ты пристал к человеку, что она сделала лично? Она что, должна перед тобой теперь отчитываться, что она должна сделала лично? Речь идет, что мы правильно делаем, что все-таки являем собой пример пока еще доброжелательного отношения к вам, хулителям, прошлого. И пытаемся и пытаемся с вами разговаривать, пытаемся вам объяснять тот язык, который вы уже не понимаете. Вот, что мы делаем и она, и я. Поэтому, вот если ты этого не понял, ну, что ты пристал к человеку? Что персонально делаете вы? Что персонально делаете вы? Какое твое дело? Почему она должна женщина перед тобой отчитываться, что она персонально сделала? у нее есть профессия, она отработала, она, наверное, сейчас на пенсии. Поэтому это мы, наше поколение, вправе спросить тебя, а что ты персонально сделал, чтобы сегодня не было этого маразма? Вот. Ну, не будем, ну, давайте не будем переходить на этот язык. Вот, когда, понимаешь, Андрей, когда разговор об общем переходит на вопрос, а кто ты такой и что ты сделал, вот это базар. Предлагай базаром не заниматься. А то мы начнем выяснять, да? А то я тогда начну спрашивать, а что ты сделал, а что ты не сделал, потом мы начнем сравнивать. А зачем? Речь-то не об этом была, правда? Речь была об этом маразме. Не переводи разговор на базарный лад. Это очень, это прием пропаганды геббельсовской, той самой. Вот. Ольга Харитонова отвечает, ну, прочитайте комментарии там и так далее, и вам станет понятно. Ну, нет, Дион не успокаивается и начинает, вот, не хочу и не могу. И начинает, вот, начинается тот самый Степ. Степ. Сейчас я изучаю историю культурного противостояния флорентийцев, византийцев. Андрей, вот это и есть Степ. Это, между прочим, ну, как бы, вот, базарчик уже начался. Все, я дальше читать даже не буду. Вот. Раскурить трубочку, посмеяться. Ну, то есть, ты отказываешь в нормальном общении, в общем-то, женщине. Дело твое. Вот, понятно, языковые наши, так, вот, разногласия. Ну, и невольно, да, вот, Ольга Харитонова вынуждена переходить на вот этот стебанутый твой язык. Про трубочку, еще про что-то, про флорентийцев, базарчик. Это вот та самая ситуация, когда начинает забалтываться тема. Это прием либерастов. Извините. Я тебя не хочу, Андрей, туда отнести, но это прием такой. Вот, и Андрея дальше понесло. Очень люблю свои трубки, они вкусные, с хорошим табаком. Андрей, знаешь, кто так поступает? Это сознать, вот, ну, тебя-то я знаю, но когда я вижу незнакомого, как бы, тут персонажа с таким же приемом, я начинаю подозревать, что это подосланный казачок, который заслан в тему, чтобы заболтать ее. Вот, ты это с успехом осуществил, ты заболтал тему. Слава Богу, тут ветка прервалась. Вот, зачем ты это сделал? Ну, вот это и есть ваш стеб. Нежелание и неумение понимать и говорить на обозначенную тему. Ну, Света Макарова продолжает вот это вот, да, она тут спрашивает, кто, кто, на ком стоял, ну, понятно, что заболтывание идет. Ребят, ну, вам же не платят вот из тех органов, которые не любят критику современного, современной действительности, да, я вот этим занимаюсь. и вот ко мне приходят как бы мои знакомые и начинают это вот таким образом заболтывать про флорентийцев, про трубочку и такими фразами кто, кто, на ком стоял. Там я перечитал специально Света, Светлана, у меня там нету вообще такой фразы, что кто-то на ком-то чего-то стоял. Я не знаю, может, я что-то упустил, но это вообще вопрос как бы не в тему, да. Ну, я понимаю, почему он задан. Светлана хочет показать вообще как бы глупость моего текста. Что там? Кто, что, где, как, где, зачем, почему. Ну, не поняла Светлана. Я всегда говорю, опять же, не хочу никого обидеть, но если два человека не понимают друг друга, то один друг глупее. Вот, но почему-то я всегда начинаю в себе сомневаться, а вы нет. Ну, извините. так, Ирина Волкова, Олег, вам не нравится? Я удивлена. Ирина, вот это тоже Степ. Чему вы удивляетесь, что мне не нравится? Да нет. И вот этот Монс приполз вам из любимого вашего советского прошлого. Но я уже сказал, вот вы пишете вот эту ерунду, зачем? О каком любимом моем прошлом речь сейчас? Я там вам русским языком выше написал. Моразм, болото. А вы передергиваете. Опять геббельсовская пропаганда. Передергиваете. Некрасиво. Гигантомания, она была везде. Вот вы дальше пишете. Так вот, еще раз повторю. Если в том периоде, в том числе, кстати, у Гитлера гигантомания была, да? Это, ну да, это строились новые государства. Так вот, там гигантомания была в виде братской ГЭС, в виде самых крупнейших вообще промышленных строек, в виде городов новых, в виде космодромов, это была гигантомания, да. А вот эта гигантомания, она не идет ни в какое сравнение с той гигантоманией. Поэтому говорить так, вот как вы сейчас это говорите, что вот этот вот маразм, вот эта вот звезда приползла к вам из Советского Союза, нет, Ирина. Я бы очень хотел, чтобы с того времени проклятого к нам приползла та промышленность и, по крайней мере, та самостоятельность. Хотя кое-кто уже сегодня там из либерастов утверждает, что вся та промышленность была там и на костях, и она была не нужна. Ну да, сегодня есть продукты, привезенные к нам из других стран, и пользоваться всем от швейной иглы до компьютера чужими вещами, и быть только банановой республикой, превратиться в картофельно-банановую, это лучше, по-вашему, да? А то был имперский стиль, а вот сегодня колониальный стиль, вот советско-имперский стиль, да ладно, вот опять же, по мне так лучше советско-имперский стиль, чем колониально-деревенский, или я даже не знаю, рабовладельческий стиль. Ну, я ответил, ну и Гидзевич тут вот как бы спрашивает, на каком языке, с кем я разговаривал, с тобой, Алексей, я разговаривал, на своем русском языке, учи русский язык. Всем привет, идем на улицу, всех зову, я думаю, будет солнышко, и там сегодня в городе какой-то праздник, я там буду, приходите, там и поговорим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok